Манас Нематериальный ум Манас является составляющей человека согласно учению буддизма и переводится как нематериальный ум. Когда бесформенное сознание переселяется в физическое тело человека, в человеке возникает два сознания. Индивидуальное сознание, или его еще называют эмпирическим сознанием, и универсальное сознание, которое является вижняной. Индивидуальное сознание — это способность человека видеть, слышать, ощущать, чувствовать все, с чем он соприкасается в этом физическом мире. Ранее мы говорили более подробнее о виджане, универсальном сознании. Мы не будем сейчас повторяться об этом. Единственное, что я хочу заметить, что универсальное сознание виджана несет в себе весь опыт прожитых жизней в разных воплощениях. Так вот, при воплощении универсального сознания в человека возникает также и Манас, нематериальный ум. Манас является связующим звеном, который связывает индивидуальное сознание и универсальное сознание. Манас получает информацию о восприятии мира через индивидуальное сознание. Манас осмысливает эту информацию, делает какой-то свой определенный выбор. В какой-то степени Манас является также личностью человека, содержит в себе качество характера. И в то же время Манас связан с универсальным сознанием. Манас также получает от универсального сознания информацию, которая содержит определенную часть опыта прожитых жизней. Это не значит, что Манас получает память о прожитых жизней, но какую-то информацию, связанную с предпочтениями, с понятиями, с наклонностями. И с другой стороны, Манас также формирует тоже информацию, полученную от индивидуального сознания и передает универсальному сознанию. Тем самым, проживая жизнь в человеческом теле, давая универсальному сознанию восприять тоже определенный опыт из этой жизни. Таким образом, через Манас Виджана получает опыт жизни в физическом теле. И после смерти физического тела Виджана несет этот опыт дальше, в другое тело, в другое перевоплощение. Когда наступает физическая смерть, тело человека, распадаясь, уничтожается. Перестает существовать индивидуальное сознание и вместе с ним перестает существовать и Манас, нематериальный ум. А Виджана переселяется в следующее тело согласно кармического закона. КОНЕЦ